Эвакуаторы Адлерской штрафстоянки без дела не стоят. Каждый день они транспортируют около 20 машин. Нарушение правил парковки – проблема многих мегаполисов. Чрезвычайно актуальна она и для Суччи. Брошенные на обученных автомобили, по мнению инспекторов ДПС и самих водителей, одна из причин пробок на дорогах. Самыми проблемными местами в Адлере считаются улицы Кирова, Демократическая, а также район Нового века. Обратите внимание, еще наклейки водитель не снял. Оно недавно было помещено в нашу штрафстоянку. Водитель опять нарушает, еще 2-3 дня не прошло, водитель опять нарушает правила дорожного движения. Такие уроки могут серьезно ударить по карману автовладельцев. За перевозку машины наш штрафстоянку придется заплатить службе эвакуации 1750 рублей, плюс штраф до 2000. А ведь конкретно эта машина брошена совсем неподалеку от общественной стоянки, которая работает на Демократической 15. Эвакуаторы в этом районе курорта пока в новинку. А вот в центре Сочи штрафстоянки на 160 машин и мест работают уже около года. Если они будут переполнены, подготовлены документы еще на одну стоянку на 100 мест. В среднем, наверное, в месяц эвакуируется порядка 500-600 автомобилей. Если машины нет, человек сразу звонит 02. Люди уже привыкли за год, что эвакуация существует, что эвакуаторы есть, штрафплощадки есть. И они знают, что это неотъемлемая мера. Эдуард Насиров, знака запрещающего стоянку, не заметил. О том, что парковать машину здесь у обочины нельзя, узнал от съемочной группы. Я не местный, я сам из Ставрополя. И поэтому неделю уже здесь в городе находлю, поэтому не знаю. Смотрел, все стоит в машине, я тоже оставлю машину. А так больше не будет. Узнав о запрете, невнимательный водитель поспешил сменить место стоянки. А водитель этой машины припарковался прямо на дороге, перегородив при этом путь не только другим автомобилям, но и пешеходам. Он посреди дороги бросил и убежал. Женщины с колясками ходят, дети ходят, где им пройти. В интернете немало роликов о противостоянии водителей пешеходов. К примеру, вот иномарка едет прямо по тротуару. Все происходит на улице Донской. Между тем, сегодня в центре курорта, помимо платных стоянок на спутнике и чайке, функционируют и бесплатные прибордерные парковки на более чем тысячу машин и мест. Автомобилистам о них известно, но они продолжают бросать свои машины в неположенных местах. Вскоре в Сочи появится еще одна стоянка задержанного транспорта. Ее откроют в районе аэропорта. Она будет рассчитана на 30 машин и мест. Планируется, что эвакуаторы начнут работу в этом районе в первых числах июля. Елена Сецна, телекомпания ФКТ.